В Евангелии от Елены написано, что нужно это делать, то есть извиняться, каяться, прощать прямо в тот день до захода солнца. Но есть другое Евангелие. В Евангелии от Елены написано, нет, нужно несколько дней. Написано, нужно взять время. Написано, нужно хотя бы неделю помолчать, подумать над случившимся. Ну, как минимум, хотя бы есть такое выражение по-английски, sleep on it. Ну, поспи над этим состоянием. А Библия говорит, нет, не спи. Не ложись так спать до захода солнца. До вечера. И не забывай, что часы переводят. Поэтому успей до захода солнца. Ну, и здесь некоторые могут сказать, ну, так, мы в обед там поссорились, поругались. Прощать надо. Но у меня еще пару часиков есть до захода солнца. Здесь как бы смысл не в этом, друзья. Когда мы говорим о прощении, скорости прощения, то прощать нужно сразу. Иисус Христос, когда висел на кресте, захода солнца не ждал. Помните, да? И прощения никто не просил. Сразу, вот в пик боли прощал. Это для нас пример, модель. Поэтому здесь не обязательно ждать до вечера. Лучше сразу прощать и отпускать. Но как минимум не ложись, пожалуйста, спать. И даже если ты знаешь, что вы же уже знаете друг друга, что никогда в тот же день он, она не простит. Ну, никогда не простит. Вы уже знаете, что это уже, если там оно разошлось, то уже там нужно, ой-ой-ой, сколько нужно усилий, времени и еще чего, кто знает, чтобы оно все успокоилось. Все равно ты со своей стороны проси прощения, если надо. Просит прощения иногда не тот, кто виноват, а тот, кто больше дорожит отношениями. Это истина меняет многие вещи. Просит прощения иногда не тот, кто обязательно виноват, а тот, кто дорожит отношениями. И если даже в ответ ты услышишь, мне не надо твое сори, мне не надо извиняться, то вы знаете, ему не надо, тебе надо, Богу надо. Не оскорбляй Духа Святого и не давай место дьяволу. И до захода солнца сделай свою миссию, сделай свою ответственность. Пойди, если надо, извинись. И когда человек не прощает, то он выбирает давать место дьяволу. Вот это уже опасный путь, это уже реальный, осознанный. Вот это то, что я сказал в Евангелии, которая говорит, что надо несколько дней, нужно остыть. Ну как же я могу? Ну нет, я не могу так быстро, ну как так резко? Ну как я могу? Раз, два, три, я в хорошем настроении. Ну я же не могу так. Сам ты, конечно, не можешь. И на тебя даже ставку мы не делаем. Потому что мы, плотские люди, не такие хорошие, как нам кажется. Если ты думаешь, что ты сам не можешь, ты абсолютно прав. Абсолютно прав. Ты сам не в состоянии это сделать. Но мы делаем ставку на Иисуса Христа. Я все могу в укрепляющем меня Господе. Дух Святой, который живет в нас, Он может, проявляясь, давать нам эту силу и способность это делать. Я не могу, но я выбираю отпустить и простить сейчас, сразу. Не культивируя, не пребывай в этих мыслях, не варись, не перебирай эти кости. Отпускай, тормози, уклоняйся от зла. Отпускай, прощай. Помни, тебя Бог простил, а я и ты не такой уже и подарок. А сколько Бог тебе простил? Поэтому мы не имеем права другим не прощать. Продолжение следует...